Макси Маркетс – единственный финансовый брокер, входящий в ассоциацию российских банков и в ассоциацию региональных банков России. Аналитику от Макси Маркетс используют порталы Вести Финанс, Банкир.ру и другие лидеры финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 15 июля. Вы смотрите ежедневный обзор и прогноз рынка от Макси Маркетс. Утренние торги в понедельник евро-доллар провел в узком боковом диапазоне. Слухи о том, что Народный банк Китая продолжает диверсифицировать свои резервы в пользу единой европейской валюты, позволили быкам выбраться из диапазона и возобновить подъем пары. Дополнительным драйвером подъема валюты стал рост европейского рынка акций, а также выход в плюс акций проблемного португальского банка Banco Espirito Santo. На этом позитивном для евро фоне курс пары преодолел максимальный уровень пятницы и сформировал вершину подъема на ценовом уровне 1.3640. Однако здесь движение было остановлено. Негативные данные из еврозоны, продемонстрировавшие снижение объемов промышленного производства в регионе на 1,1% против ожидаемого роста, вызвали фиксацию прибыли и закрытие части сделок на покупку единой валюты. Кроме того, вчерашнее выступление Драги, на котором он не сказал ничего нового, но подтвердил, что рост евро крайне нежелателен, а также статья авторитетного журналиста Джона Хильзенратта, приближенного к ФРС, о том, что некоторые представители ФОМС начинают обсуждать идею более скорого перехода в режим ужесточения, усилили давление на евро и укрепили доллар. Курс пары при этом откатился от достигнутой вершины и зафиксировал дневной минимум на отметке 1.3608, вблизи которого евро-доллар и завершил торговую сессию. В нашем прогнозе на вторник предполагаем продолжение снижения курса единой европейской валюты к целевым уровням 1.3604, 1.3585, 1.3550. Если медведям по евро не удастся продавить пару ниже этого последнего уровня и продолжить дальнейшее снижение, ожидаем разворот и подъем курса единой валюты на восходящее движение в направлении ключевых уровней сопротивления 1.36 и 1.37, а далее к верхней границе диапазона коррекции ценовому уровню 1.3715. На вчерашних торгах британский фунт резко сдал позиции, устремившись к нижней границе диапазона, в котором валюта вот уже две недели формирует боковую коррекцию. Учитывая серию неудачных попыток пробиться выше предыдущего локального максимума 1.7180, а также потерю опоры в районе ключевого уровня поддержки 1.71, риски начала полномасштабной нисходящей коррекции пары к настоящему времени значительно выросли. К тому же экономические отчеты из Великобритании продолжают преподносить неприятные сюрпризы, не достигая предыдущих значений и не оправдывая прогнозов аналитиков. В результате фунт теряет свою привлекательность и перспективы роста, а игроки начинают фиксировать прибыли и закрывать сделки на покупку британской валюты. На этом фоне курс пары на вчерашних торгах продолжил снижение и достиг двухнедельного минимума, зафиксировав дневной минимум на отметке 1.7070. Здесь же вблизи этого уровня курс пары и завершил торговую сессию понедельника. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем возобновление снижения курса британской валюты к нижней границе диапазона коррекции ценовому уровню 1.7050. Если этот уровень будет пробит, снижение продолжится к следующим целям 1.7026 и 1.70 ровно. Если же пробой не состоится, фунт доллар развернется на восходящее движение к верхней границе диапазона 1.7140. Наши рекомендации по движению драгоценных металлов на вторник. Нисходящее ралли золота на вчерашних торгах существенно изменило позиции металла относительно его основных уровней сопротивлений и поддержек. Ближайшее краткосрочное сопротивление для него находится сейчас на ценовом уровне 1.316 долларов за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх возобновит подъем металла к следующим целям 1.324 и 1.332 долларов за унцию. Ближайшая поддержка расположилась на ценовом уровне 1.304 доллара. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение золота в направлении ценовых уровней 1.297, 1.293 и 1.285 долларов за унцию. В нашем прогнозе на вторник предполагаем коррекционный откат золота ориентировочно в район уровня дневного разворота 1.317 долларов за унцию. Если пробить этот уровень не удастся, последует новое снижение металла в направлении вышеназванных целевых уровней поддержек. Серебро в обвальном падении котировок также изменило свои предыдущие позиции. Ближайшее сопротивление для него проходит сейчас по ценовому уровню 21 доллара ровно. Если возобновится движение наверх и это сопротивление будет пробито, металл может подняться выше к целевым уровням 21.07 долларов за унцию. Ближайшая поддержка серебра на часовом таймфрейме расположилась на ценовом уровне 20 долларов 75 центов. Если котировки преодолеют ее, снижение продолжится далее к целевым уровням 20 долларов 60 центов и 20 долларов 50 центов за унцию. В нашем прогнозе на сегодня также предполагаем коррекционный откат серебра ориентировочно в район уровня дневного разворота 21.07 долларов за унцию. Если пробить этот уровень не удастся, последует новое снижение металла в направлении вышеназванных целевых уровней поддержек. В экономической статистике вторника Резервный банк Австралии представит протокол последнего совещания по вопросам кредитно-денежной политики. Банк Японии опубликует решение по основной процентной ставке, комментарий по кредитно-денежной политике и целевой объем денежной базы банка на 2014 год. Изменения ставки не ожидаются, норматив будет сохранен на прежнем уровне менее 0,1%. В Великобритании выйдут индексы потребительских и розничных цен за июнь, индексы закупочных и отпускных цен производителей, а также майский индекс цен на жилье. Европейский центр экономических исследований Институт ЗЭВ опубликует июльские индексы настроений в деловой среде и текущей ситуации в Германии, а также аналогичные показатели в целом по еврозоне. А в статистике из США будут опубликованы объемы розничной торговли за июнь, производственный индекс Empire Manufacturing, индексы экспортных и импортных цен, а также индексы еженедельных продаж «Красная книга». Сегодня же состоится выступление главы Банка Японии Харухи Кокурода, главы Банка Англии Марка Карни и председателя Совета управляющих ФРС США Джанет Йеллен. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. MaxiMarkets – единственный финансовый брокер, входящий в Ассоциацию российских банков и в Ассоциацию региональных банков России. Аналитику от MaxiMarkets используют порталы Вестифинанс, банкир.ру и другие лидеры финансового рынка. Продолжение следует...